Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, что такое праздник каналу Кавалькад, то есть Кавалькада лодок на канале. Начну с того, что в Англии очень много различных каналов, по которым могут передвигаться как баржи, так и лодки. И очень многие люди предпочитают жить на воде, покупая такое жилье, как баржа, которая стоит намного дешевле, чем недвижимость в Лондоне, и на которой можно передвигаться с места на место и парковаться, и жить какое-то время то в одном месте, то в другом месте. Многим людям так намного интереснее жить, даже мой брат хотел купить такую лодку себе. Но там есть некие такие правила, условия, неудобства, с которыми надо или мириться, или которые надо выполнять, или за которые надо платить. Но выходит это намного дешевле, поэтому очень многие люди предпочитают жить на воде. Ну а канал Кавалькада проходит обычно в начале мая. В Англии проходят банковские каникулы, банк-холидейс. То есть, ну это такой дополнительный выходной день, который приплюсовывается к уикенду. В мае у них целых два банк-холидейс, это начало мая и конец мая. Есть еще на Пасху где-то в середине апреля и в конце августа, зная, что когда проходит Нотинг-Хилл карнавал, когда весь Портабелла гремит, там точно всегда есть один дополнительный день, который точно так же прибавляется к уикенду. В эти дни люди могут как выехать в Европу, там немножечко погулять, отдохнуть, так и в самой Англии проходят некие празднества. Например, в начале мая существует такой праздник, как канал Вейка Валькада. То есть, показ вот этих вот самых лодок, на которых живут люди. Все это действие проходит в районе под названием Маленькая Венеция. Я думаю, что многие уже слышали о том, что в Лондоне существует такой райончик, где несколько каналов сходятся в одну такую рекреацию. И как раз вот в этой области и происходит этот праздник. Это находится в районе Паддингтон, прямо буквально недалеко от вокзала. Можно пройти немножечко по каналу и вы увидите некую такую территорию, где собрано огромное количество вот этих вот барж, лодок, украшенных разноцветными флажками, какими-то матерчатыми куклами. Кто во что гораст, как говорится. Какие-то у них там чайники стоят, кто-то наряжает своих собак. Кстати, во многие эти баржи владельцы приглашают к себе и устраивают экскурсии. Поэтому, если вас пригласили, будьте добры, вам все расскажут, покажут. Это очень интересно побывать и посмотреть, как живут там люди внутри вот этой вот лодки. Я побывала там первый раз в 2015 году, просто пошла посмотреть, что это такое, интересно или нет. И я просто прошлась вокруг, посмотрела, что там происходит. А там представлено огромное количество разнообразной кухни. То есть привозят такие палаточки и продают. Ну, люди просто приходят на пикник позагорать. Если там хорошая солнечная погода, обязательно рекомендую сходить на этот праздник. Если холодно и ветрено, то лучше, наверное, остаться дома. Потому что однажды я пожалела, что не оделось тепло. Раз на раз не приходится. В мае бывает как холодно, так и очень жарко. Поэтому, если жара, рекомендую 100% туда пойти. Очень хорошо и душевно провести время. Особенно, если вы в компании друзей. Ну, и также там проходят конкурсы всех этих лодок. Хозяева проплывают какую-то дистанцию, демонстрируют свои навыки и умение маневрировать на этих каналах. В общем, что-то там еще и происходит. Помимо этого, там бывают какие-то театрализованные действия. Я видела мимо ходили там, что-то изображали. А также вот в 2015 году я встретила двух бодртерьеров. Таких же, которых я выгуливала. Которые сидели на палубе одной из таких лодок. Были наряжены в какие-то такие морские одежды. И, в общем, я их прямо там загладила, залюбила, заласкала. И хозяин просто удивлялся, что я знаю, что это порода бодртерьер. И, ну, я ему просто рассказала, что у меня точно такие же собаки. Я их выгуливаю и очень люблю эту породу. Так что я, наверное, была единственная, кто знал, как эта порода называется. И что уж он прям удивился. По самой маленькой Венеции я тоже гуляла в свое время. Если будет интересно, пишите в комментариях. Расскажу и покажу. У меня осталось много видеокадров, из которых я могу также создать и рассказать вам о районе маленькой Венеции. Ну, а так, на этом празднике я была еще пару раз. Однажды я приехала с Паддингтона. Она пришла туда, увидела мишку Паддингтона, которого поставили, кстати, недавно. И там много различных всяких мероприятий. Особенно для детей очень разнообразное количество квестов, каких-то развлекательных программ. Даже есть шары в бассейне, в которые ты входишь и там как-то ими двигаешь, и, в общем, плывешь по этому бассейну. Очень много разнообразных развлечений, как для взрослого, так и для детей. Там можно найти. Главное там походить вокруг, посмотреть, что предлагают. Потому что, когда ты просто приходишь посмотреть со стороны, так вот стоишь в одном месте и не знаешь, что там, вот там проходят какие-нибудь веселые старты, вот там выдают какие-то сувениры, если ты там что-то угадаешь, ответишь на какие-то вопросы. В общем, есть много всего интересного, надо только ходить и искать. Ну, а так можно просто тихо, спокойно посидеть на пикничке, на природе, на солнышке, с друзьями, у воды практически целый день. Мы ходили однажды с моей подругой из Екатеринбурга, но мы там недолго пробыли, вот как раз тогда было холодновато. И пошли потом загорать в кенсингтонские сады, которые не так уж далеко находятся от этого места. Ну, о всех разных событиях, о разных парках, обо всем я буду продолжать рассказывать на своем канале Англичанка. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!